Кванты И во сне, и наяву Нет, мне ничего не надо от тебя Нет, халявы не хочу я Тенью надвоем мелькнув в пути Полный курс квантов пройти Списать, не поднимая глаз Чтоб сдать хотя бы в этот раз Пройти хотя бы раз По краешку твоей судьбы Декан Я точно знаю, вы на свете есть И все, о чем прошу я Сессию продлить Ну что, добрый вечер Давайте попробуем начать Значит, в прошлый раз Мы с вами договорились о том, что Электроны В опыте Штерна-Герлаха Ведут себя как-то не совсем обычно С точки зрения классической физики И я обещал вам на языке квантовой механики Строить описание этого поведения Ну вот Когда я примерно то же самое Пару дней назад Пытался Втолковать Студентам Итмо Мне вдруг пришла в голову Бредовая идея Попытаться все рассказывать Наоборот По сравнению с тем, как я привык это рассказывать Я привык это рассказывать сперва Просто занимаясь спинами электронов И там все делается достаточно естественно А потом, когда все сделается Рассказать Как это устроено в общем виде И Может быть Тогда это понять и легче Как это устроено в общем виде Но посмотрев на вдумчивый взор студентов Итмо Я понял, что им не помогает Рассмотрение в частном виде Для электрона со спинами одна вторая Понять, как это устроено в общем виде А зато, когда говоришь Вначале, не имея общей теории И не имея общих слов Некоторые вещи, которые Хотелось бы назвать просто Там не назвать Потому что там нет еще соответствующей терминологии И поэтому вот мне пришла в голову идея Попробовать Рассказать все по-другому Сперва рассказать Как это устроено в общем виде На достаточно формальном языке А потом, имея уже этот язык Как пример, посмотреть, как Это получается со спинами электронов Ну, не знаю, что из этого получится Но давайте попробуем поэкспериментировать Поэтому следующая тема У нас будет Следующий вопрос А вернее, целая тема лекции Квантовая теория углового момента А первый вопрос Оператор момента количества движения То есть обычно-то я говорю Что вот есть такое свойство у электронов Вот так вести себя В приборах Штерна Герлаха И Развивая этот частный случай Там получить некоторые соотношения Потом сказать Вообще-то, ребята Это есть частный случай Некоторого более общего Свойства природы И спин на самом деле Все-таки это момент импульса А сейчас я хочу попробовать Сперва рассказать про общие свойства природы А потом их проиллюстрировать Тем, как ведут себя Электроны в опыте Штерна Герлаха Но зато это будет более формальный подход Но зато потом будет говорить, наверное, проще Ну, не знаю, посмотрим Итак, давайте начнем С простого-простого Что когда-то в механике Мы моментом импульса частицы Называли векторное произведение Ее радиус вектора На вектор импульса И такая штука у нас там сохранялась Во времени, когда движение было в центральных полях Вообще была полезная вещь для механики Окажется, что в квантовой механике Она полезнее на порядок, чем в механике Поэтому давайте немножко об этом поговорим Ну, векторное произведение можно расписать по компонентам Это EX, EY, EZ Дальше RX, RY, RZ PX, PY, PZ Ну и тогда X-овая компонента Это RY, PZ Минус RZ, PY Так и напишем в виде столбца RY, PZ Минус RZ, PY Ну а остальные компоненты получаются из этих Циклической перестановкой индекса RY превращается в RZ PZ превращается в PX Минус RX, PZ И еще одна перестановка Тут был Y, потом Z Третья это X Здесь X превращается в Y Минус RY, PX Вот на самом деле вектор момента импульса Через компоненты векторов R и P Выражается следующим образом Ну а теперь приготовьтесь Сейчас будет грустно А давайте посчитаем Да, естественно Вот первая компонента это LX Вторая компонента это LY Третья компонента LZ А давайте посчитаем Скобки Пуассона От LX, LY Ну а почему бы и нет Давайте вспомним определение Скобок Пуассона в классической физике Это сумма по X Пробегающему значению X, Y, Z DLX, PZ DLY, PZ DLY, PZ DLY, PZ Минус DLY, PZ DLY, PZ DLY, PZ DLY, PZ DLY, PZ Таких комбинаций Комбинаций слагаемых Где надо сперва дифференцировать По X, по Y, по Z Давайте сожмем всю волю Кулак Подставим сюда компоненты P, LX и LY И честно просчитаем Это будет сумма По XI Пробегающим значения XYZ DLY, PZ DLY, PZ Это RY, PZ Минус RZ, PY По D, PXI На D, RZ PX Минус RX, PZ По D, R, PZ Минус Все наоборот Сперва Это компонента D, RZ PX Минус RX, PZ По D, PXI D Это компонента RY, PZ Минус RZ PY По D, R, PXI Ну так выглядит устрашающе Согласитесь Меня в этом устрашает только одно Кому-то первому пришло в голову Это посчитать Как могло прийти в голову Сосчитать такой бред Ну давайте возьмем Первое, XI равно X Смотрите Здесь PZ А тут PY Поэтому дифференцирование По PX До сна 0 В этом Если СЛЕКСИ Равно X То СЛЕКСИ Равно X Здесь у меня есть Только Y и Z И сколько их Не дифференцирую по X Даст 0 Поэтому Когда здесь X Ничего не будет Когда XI равно Y Мы дифференцируем по Y Тут PY есть Тут что-то получится Но зато Когда здесь дифференцируем по Y У нас нет ни одного индекса Y Поэтому эта штука даст 0 А вместе с ней произведение 0 И здесь При дифференцировании По Y Хоть Компонент Импульса У нас нет Y Компонента импульса Поэтому тоже 0 Остается дифференцировать По Z У нас Осталось Только Дифференцирование По Z Поэтому я Сумму сотру А здесь Напишу Только Z Ну давайте смотреть Что получится Когда Дифференцируем по Z D P Z По D Z Единиц Будет R Y Будет R Y Здесь P Y По Z Будет 0 Частное производство Поэтому R по P Тоже 0 Тут все закончилось Здесь Дифференцируем По Z R Z По D R Z Единица P X Минус А здесь Дифференцируем По Z P Z Здесь Дифференцируем По P Z И что же у меня получается По P Z Минус R X Минус R X Минус R X А здесь Когда По Z R дифференцируем Минус P Y Значит Здесь было Минус R X Минус R X Умножить На минус P Y Итого Получается R Y P X Минус R X P Y R Y P X R X P Y То же самое Что здесь Но со знаком Минус Поэтому То что получилось Это есть Минус L Z Оказывается Скобки Пуассона Между X И Y Компонентами Углового Момента Есть Минус Z Компонент Углового Момента Я надеюсь Вы понимаете Что если мы Теперь сделаем Циклическую Перестановку Индексов Все это Получится Если здесь Поставлю Y А здесь Z То тут будет Минус L X И еще раз Поэтому Запишем Этот Неожиданный Результат L X Скобки Пуассона L X Plus 1 Это есть Оказывается Минус L X Plus 2 Где X Пробегает Значение X Y Z Оказывается Вот так Ну а теперь Нам эту идею Надо перетащить В квантовую Механику Давайте мы С вами Да Мы не знаем Что такое Оператор Момента Количества Движения В квантовой Механики Ну давайте Скажем Что Если У нас Есть Какой-то Оператор Векторный Y Равный Y X На X Плюс Y На Y Плюс Y Z На E Z Да Кстати То что Здесь Было Написано Можно Было Написать L X EX Плюс L Y E Y Плюс L Z E Z Ну это Если у нас Есть Какой-нибудь Такой Оператор Который Состоит Из Трех Операторов Y Y Y Y Z Которые Устроены Так Что Операторные Скобки Пуассона Y X На Y Это Есть Минус Y Z Y Y На Y Z Это Это Минус Y X Y Z На Y X Это Минус Y Y Если у нас Есть Какие-то Три Оператора Которые Связаны Между Собой Вот Таким Образом И мы Из Этих Трех Операторов Составим Вот Такую Комбинацию То Давайте Будем Считать Что Это Оператор Момента количества Обратите Внимание Что Я Специально Не Стал Писать L А В Механике Мы Когда-то Через Y Обозначали Когда Земля Летала Вокруг Солнца Это Была Сумма Орбитального Движения Земли И Вращения Вокруг Своей Собственного Момента Так вот Оказывается Забегая Вперед Окажется Так Что Если Я Так Определю Оператор Момента Количества Движения Им Сможет Оказаться И Оператор Орбитального Момента Когда Электрон Летает Вокруг Атома И Оператор Спинового Момента И Оператор Суммы Того и Другого Это Будет Оператор Любого Момента Количества Движения Ну Как Всегда Это Некоторая Догадка Когда Строишь Новую Науку Надо В чем-то Гадать Ну Теперь Давайте Вспомним Что У нас Скобки Пуассона Двух Операторов А И Б Это Было И На А На Коммутатор А Б Поэтому Коммутатор А Б Это Будет Минус И А На скобке Пуассона Операторный А Б Я перенес А сюда Перенес И Сюда Но оказалось В знаменателе Перетащил Числитель Вот Мне Просто Так Удобнее Будет Дальше Пользоваться Коммутационными Соотношениями Которые Я здесь Напишу Итак Из этих Скобок Пуассона Получается Коммутатор Й Икс Й Игрек Минус Й Игрек Й Икс И это Должно Равняться Минус И Аш На скобке Пуассона То есть Минус И Аш На Й З Минус На Минус Дает Плюс Поэтому Это Будет И Й Й Й Игрек Й З Минус Й З Й Й Это Должно Равняться И Аш На Й И Й З Й Икс Минус Й Икс Й З Это И Аш На Й Игрек Вот Это Все Эквивалентные Утверждения Обратите Внимание Что Если Действительно Так Веденные Операторы Являются Операторами Момента Импульса В этом Надо Будет Еще Убеждаться То Тогда Все Три Компоненты Момента Количества Движения Друг с Другом Не Коммутируют Это Означает Что Одновременно Нельзя Измерить Помните Мы говорили Что Когда Коммутаторы Отличны От нуля Такие Величины Для них Существует Соотношение Неопределенности Это Значит Что Все Три Компоненты Одновременно Неизмеряемы Одну Можно Измерять А две Остальные Нельзя У нас Есть Соотношение Неопределенности Между Каждый Из Парк Оператор Компонент Момента Импульса Однако Кроме Оператора Момента Импульса Можно Вести Еще Один Хитрый Оператор Давайте Введем Оператор Квадрата Момента Импульса Который Конечно Определим Как Скалярное Произведение Оператора Момента Импульса Самого Для себя Ну а Поскольку ЕХ ЕY ЕZ Это Обычные Орты То Такой Оператор Будет Просто Равен Й Х Квадрате Плюс Й Квадрате Плюс Й З Квадрате Давайте Теперь Докажем Что Оператор Й Квадрате Коммутирует С любым Из Операторов Й Й Й Я возьму Для Определенности Й Й Можно Взять Вдруг Для Того Чтобы Это Доказать Достаточно Показать Что Коммутатор Между Этими Операторами Ноль Или Что Операторные Скобки Пуассона Между Этими Операторами Ноль Давайте Сосчитаем Операторные Скобки Пуассона Между Оператором Й Квадрат И Й З Это Все равно Что Скобки Пуассона Между Оператором Й Х Квадрат Плюс Й Квадрат Плюс Й З Квадрат С Й З Скобки Пуассона Линейная Операция Поэтому Скобки Пуассона От Суммы Равна Суме Скобок Пуассона Это Будет Й Х Квадрат На Й З Плюс Й Квадрат На Й З Плюс Й З Квадрат На Й З Теперь Вспомним Еще одно Свойство Скобок Пуассона Ж Один На Ж Два Ф У нас Равнялось Ж Один Ж Два Ф Плюс Ж Один Ф На Ж Два Но Квадрат Оператора Это Произведение Оператора На Себя Воспользуемся В каждом Из этих Слагаемых Этим Слышим Получится Й Х На Й Х Й З Плюс Й Х На Й З А вне Скобок Пуассона Й Х Плюс Й На Скобки Пуассона Й Й Й З Плюс Скобки Пуассона Й Й Й З На Й Плюс Й З На Скобки Пуассона Й З На Й З Плюс Й З Скобки Пуассона Й З На Й З Вне Скобок Пуассона Дальше давайте вспомним Что скобки Пуассона Антисимметричная Комбинация И это означает Что если поменять Местами Скобках Пуассона Со множители То они умножатся На Минус Один Отсюда следует Что скобки Пуассона Оператора Самого С собой Есть Ноль Поэтому Вот это Точно Ноль И это Точно Ноль А вот Здесь Не ноль Но Й Х На Й З Й Х На Й З Это Й Потому что Й З На Й Это Минус Й Поэтому Вот это Й Й Зеленым Не видно Й Й Х На Й З Мы договорились Й А Й На Й З Это Минус Й Вот это Минус Й И это Минус Й Ну и посмотрим Что у нас Получилось Й Й Й Минус Й Й Й Вот эта Штука Уничтожилась С этой Штукой Й Й Й Й Минус Й Й Й Й Й Й Эта штука Уничтожилась С этой Штукой Итого Мы получили Тождественное Ноль Господа Скобки Пуассона Между Квадратом Оператора Момента Импульса И его З Проекцией Ноль Значит Коммутатор Ноль Поскольку Он с точностью Да И Аж Это скобки Пуассона Следовательно Квадрат Момента Импульса И его Одна Из проекций Одновременно Соизмеримы Й Несоизмеримо С Й Икс И Й А с квадратом Соизмеримо Точно так же Одновременно Соизмеримо Й В квадрате И Й Икс Но тогда С Й Несоизмеримо Й Икс Вы можете Любую из этих Компонент Брать Любая из них Соизмеримо С квадратом Момента Но друг с другом Они не соизмерили Поскольку у нас Оба Оператора Эрмитовые То каждый из них Порождает Некоторый набор Собственных Функций И собственных Чисел Пусть Собственное Состояние Оператора Й В квадрате Имеет Собственное Число Лямбда Умноженное На Аш В квадрате Я не знаю Что такое Лямбда Поэтому могу Умножить на Аш В квадрате Но посмотрите Вот из этих Коммутационных Соотношений Уже видно Что оператор Йод Пропорционален По величине Аш Посмотрите Тут один Оператор А здесь Их произведение А здесь Стоит Аш Поэтому Чтобы Соображение Размерности Работали Надо Чтобы каждый Из этих Операторов Был пропорционален Постоянной Планкой Но тогда Йод В квадрате Наверное Должен пропорционально Быть Их А оператор Йод З Тоже имеет Какие-то Собственные Векторы И собственные Числа Давайте Соответствующее Собственное Число Будем называть М Аш И какой-то Собственный Вектор А теперь Друзья Мои Фокус Поскольку Коммутатор Этих Операторов Равен Нулю Это Означает Что Собственные Векторы Этого Оператора Совпадают С собственными Векторами Этого Поэтому Это Одни И те же Собственные Векторы Потому что Эти Операторы Коммутируют А собственные Вектора Соответствуют Значениям Измеримых Величин А собственные Числа Являются Измеримыми Величинами Поэтому Эти собственные Состояния Должны Быть Одинокровыми Давайте Собственное Состояние Оператора Одновременно И й В квадрате И й З Будем Именовать Так Лямбда М Лямбда М Лямбда М И лямбда М Вот такое Состояние Обладает Тем Свойством Что Оно Является Собственным И такого И такого Оператора А собственные Числа Мы договорились Называть Вот так Но Имя Состояния Удобно В нем Повторять Значения Собственных Чисел Ну Чтоб Не путать Одну С другим Это Просто Обозначение А давайте Давайте Посчитаем Вот такой Маточный Элемент Лямбда М Йод В квадрате Лямбда М С одной стороны Это можно Написать Следующим Образом Лямбда М Йод Йод Лямбда М Нет Так не хочу С одной стороны Поскольку Лямбда М Это собственное Состояние Йод В квадрате То действие Йод В квадрате На Лямбда М Дает нам Лямбда H В квадрате Лямбда М Но Лямбда H В квадрате Это число Его можно вынести Поэтому Получается Лямбда H В квадрате А здесь Скалярное Произведение Лямбда М На Лямбда М В силу Артернормированности Базисного Набора Это и есть Единица Поэтому Лямбда H В квадрате А с другой Стороны Это можно Написать Так Лямбда М Йод Х В квадрате Плюс Йод В квадрате Плюс Йод З В квадрате Лямбда М Дальше В силу Линейности Это все равно Что Лямбда М Йод Х Умножить На Йод Х Я-то тут Хотел умножить Тут плохо Поскольку Йод Это векторный Оператор Тут надо было бы Скалярное Произведение Я не охота Писать Скалярное Произведение А вот Йод Х Это скалярный Оператор Поэтому Его так Можно Написать Лямбда М Плюс Лямбда М Йод Один раз Йод Йод Пока Действовать Не будем А один раз Подействовав Йод З На Лямбда М Мы с вами Получим М Х На Лямбда М У нас Операторы Эрмитовы И Самосопряженные Поэтому Они могут Действовать В любую Сторону Поэтому Этим Операторам Мы будем Действовать Сейчас Сюда А этим Сюда Этим Сюда Этим Сюда В силу Эрмитовости Операторов Так Можно Давайте Результат Действия Оператора Йод Х На Лямбда М Вот Такого Действия Назовем Вектором Йод Х Двоеточие Лямбда М Это просто Вектор Тогда Здесь у нас Будет Скалярное Произведение Вектора Йод Х Двоеточие Лямбда М На Вектор Йод Х Лямбда М Во втором Назовет М Вектор Лямбда Лямбда А здесь Стоит Ничто Иное Как Квадрат Нормы Вектора Который Действует Получается В результате Действия Йод Квадрат Нормы Это Вещественное Неотрицательное Число Когда-то Мы Говорили О том Как Устроены Вектора В Гильбертовом Пространстве И это Неотрицательное Число Тогда Сравнивая То что Получили Здесь И то что Мы Получили Здесь А ведь Это Скалярное Произведение Это Единица У нас Артонормированный Набор Мы Получили Что Лямбда Набор Есть Одно Положительное Число Плюс Второе Положительное Число Плюс М Квадрат Набор Набор А это Означает Что Лямбда Должно Быть Больше Или Равно М В Квадрат Смотрите Мы уже Из ничего Какие-то Результаты Стали Получать Это Означает Что Лямбда Должно Быть Неотвицательным Во-первых Лямбда Больше Или Равно Нулю А во-вторых Если М В Квадрат Не превосходит Неотвицательного Числа То Следовательно М В квадрате Должно Быть Ограничено Поэтому М Должно Лежать В интервале Между М Минимум И М Максимум М Обязано Принадлежать Некоторому Интервалу Значений М Минимум И М Максимум Но только Тогда Квадрат М Не будет Превосходить Лямбда Это значит Что если мы нарисуем Ось Вдоль которой Будем откладывать М Ну где-то здесь есть Нулевое значение Но где-то на оси Есть максимальное Значение М И где-то на оси Есть минимальное Значение М А само М Имеет Право Лежать Только Внутри Этого Интервала Иначе Все это Бред Вот так Давайте Давайте Ведем Еще два Оператора Йод Плюс Который По определению Будет равняться Йод Х Плюс И Йод Игрек И оператор Йод Минус Который Догадайтесь Чему Будет Равняться Йод Х Минус И Операторы Йод Икс И Йод Игрек Ирмитовы Они равны Своему Сопряжению А вот Операторы Йод Плюс И Йод Минус Не Эрмитовы Потому что Здесь И вошло Йод Плюс Сопряженное Это Есть Йод Икс Плюс И Йод Игрек Сопряженное Но Сопряжение От суммы Равно Сумме Сопряжения Поэтому Это будет Йод Икс Сопряженное Плюс И Йод Игрек Сопряженное Но Йод Икс Сопряженное Равняется Йод Икс Оператор Эрмитов А когда Мы Константу Выносим Из-под Знака Сопряжения Когда-то Мы это Обсуждали С вами Эта Константа Должна Сопряжаться Поэтому Когда я И Вынесу Из-под Знака Сопряжения Это Будет Минус И Но Йод Игрек Эрмитов Оператор Поэтому Йод Игрек Сопряженное Это Просто Йод Игрек Оказывается Йод Плюс Сопряженное Это Йод Минус Наверное Нетрудно Показать Что Йод Минус Сопряженное Это Что Будет Йод Плюс Йод Минус Сопряженное Давайте Результат Действия Оператора Йод Плюс На Состояние Лямбда М Это Будет Какое-то Новое Состояние Давайте Его Назовем Состоянием Плюс А Результат Действия Оператора Йод Минус На Состояние Лямбда М Обзовем Состоянием Минус Это Совсем Не те Плюсы И минусы Которые Мы Там Для Спинов Писали Это Просто Такие Обозначения Давайте Теперь Посчитаем Результат Действия Оператора Йод В квадрате На Состояние Плюс Это Все равно Что Йод В квадрате Действует На Йод Х Плюс И Йод Игрек Действующий На Состояние Лямбда М Это Все равно Что Йод В квадрате Йод Х Плюс И Йод В квадрате Йод Игрек Действует На Состояние Лямбда М Но Мы С вами Говорили Что Квадрат Квадрат Оператора Момента Импульса Коммутирует Любой Из трех Компонент Этого Оператора Поэтому Здесь И здесь Можете Поменять Местами Оператора Это Будет Тогда Йод Х На Йод В квадрате Плюс И Йод Игрек На Йод В квадрате На Состояние Лямбда М Или Йод Икс Плюс И Йод Игрек На Йод В квадрате На Состояние Лямбда М Но Состояние Лямбда М Есть Собственное Состояние Оператора Йод В квадрате Поэтому Это будет Йод Икс Плюс И Йод Игрек На Лямбда Аж В квадрате Лямбда М Но Лямбда Аж В квадрате Можно вынести Через Оператор Это число Здесь Будет Йод Икс Плюс И Йод Игрек На Состояние Лямбда М Но Это Ничто Иное Как Оператор Йод Плюс Но Йод Плюс Действуя На Состояние Лямбда М По нашей Договоренности Дает Плюс Поэтому Будет Лямбда Аж В квадрате На Плюс А Мы Мы Доказали С вами Что Состояние Плюс Является Собственным Состоянием Оператора Йод В квадрате Точно Так же Как Лямбда М Было Собственным Состоянием Оператора Йод В квадрате И С тем же Собственным Числом Лямбда Аж В квадрате Давайте Теперь Подействуем На Состояние Плюс Оператором Йод З Это все Равно Что Йод З Подействует На Результат Действия Оператора Йод Икс Плюс И Йод Игрик На Состояние Лямбда М Это все Равно Что На Лямбда М Подействует Оператор Йод З Йод Х Плюс И Йод З Йод Игрик Приготовьте Сейчас Будет Фокус Давайте Эти Операторы Выразим Через Эти Коммуникационные Соотношения Йод З Йод Икс Йод З Йод Икс Это Есть И Х Йод Игрик Плюс Йод Икс Йод З Поэтому У нас У нас Будет И Йод Йод Игрик Плюс Йод Икс Йод З Плюс И А тут Йод З Йод Игрик Йод З Йод Игрик Со знаком Плюс А здесь Будет Йод Йод З Минус И Йод 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 Минус И Йод 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 Агрегат Действует На состояние Лям Дм Ну давайте Группировать Сперва Сгруппируем Вот эти Два Слагаемых Смотрите И на Минус И Даст Плюс Единицу Ещё H Вынесем Поэтому Будет H Отсюда Йод Х Плюс И Йод Игрик И здесь Сгруппируем Йод З Да Это всё Действует На состояние Лям Дм Плюс Здесь Йод З Вынесем Влево Будет Йод Х Плюс И Йод Йод На Йод З Который Действует На состояние Лям Дм Но Лям Дм Собственное Состояние Йод У нас будет H, Y, X, плюс I, а, уже можно написать Y плюс, на лямбда M, плюс, это будет Y плюс, а Y, Z, на лямбда M, это MH, на лямбда M, это Y плюс. Таким образом, мы с вами получаем, MH вынесем, тут одно и то же получилось, Y плюс на лямбда M, поэтому будет M плюс 1, отсюда M, отсюда 1, на H, а Y плюс на лямбда M, это плюс. Посмотрите, состояние плюс оказалось собственным не только состоянием оператора Y в квадрате, но и состоянием YZ. Но состояние Y в квадрате, оно соответствует тому же собственному числу, что и лямбда M, а вот YZ, оно соответствует почти тому же собственному числу, как лямбда M, но только не M, а теперь сколько стало? M плюс 1. Смотрите, те состояния, которые были собственными оператору Y в квадрате, мы называли состоянием лямбда, а те состояния, которые были собственными для YZ, мы называли состояниями M, если собственное число было M, а у плюс, собственное число какое стало? M плюс 1. Поэтому состояние плюс, это просто состояние лямбда, но не с индексом M, а с каким индексом? M плюс 1. Поэтому, друзья мои, оператор Y плюс, действуя на состояние лямбда M, превращает его в состояние лямбда M плюс 1. Он его превращает в состояние, собственное число которого на операторе YZ увеличивается на единицу. Поэтому свойство оператора Y плюс, его называют оператором повышения. Как вы думаете, оператор Y минус применение к состоянию YM, чего нам даст? M минус. Конечно. Он даст состояние лямбда, но с M на единицу меньше. И поэтому Y минус будет называться оператором понижения. Мы уже достигли таких грандиозных успехов, что можно перезагрузиться. Долгое一直 Carolyn умерло, когда Я мечтаю. Конец.